Сегодня такой древний напиток, как кумыс, становится все более и более популярным. Родившись в знойных казахских степях, он все увереннее входит в жизнь населения различных стран мира. С каждым годом новейшие технологии приходят молочное коневодство. К примеру, в крестьянском хозяйстве Табигат Меркенского района на данном этапе успешно внедряют технологию бесперебойного производства кумыса. Крестьянское хозяйство Табигат расположено в окрестностях аула Акарал Меркенского района. Табигат Меркенского района из 2011 года специализируется на овцеводстве и молочном коневодстве. Именно здесь успешно внедрена технология бесперебойного производства кумыса, которая зависит от плана выжеребки кобыл в течение года. Смысл ее заключается в том, что около 50% маток дают приплод с января по апрель, 30% с мая по август и 20% с сентября по декабрь. Через месяц после окота окрепших маток и жеребят переводят в цех доильных кобыл. Всего у нас более 100 кобылец. 50 мы доим в летнее время, 20 в зимнее. Остальных в межсезонье. Таким образом и достигается круглогодичное производство кумыса. По сути, это крестьянское хозяйство, семейное производство, где трудятся близкие родственники. Одни занимаются заготовкой кормов и попасом скота, другие – уходом за молодняком и производством кумыса. У нас есть свои посевные площади, где мы заготавливаем более 15 тысяч тонн сена и сенажа, ячмень и комбинированные корма. В своей работе животноводы используют многовековой опыт предков по производству кумыса. Отсюда и рост заказов на готовую продукцию. Так, на данном этапе местный кумыс успешно реализуется не только в Меркенском районе, но и в городе Алматы. Для обеспечения круглогодичного производства кумыса у нас специальные холодильные камеры, где при оптимальном температурном режиме мы храним сырье. Немало у хозяйства и перспективных планов, связанных с увеличением поголовья кобылиц и производственными мощностями своей фермы. Ведь технология бесперебойного производства кумыса показывает свою высокую эффективность. Наимбик Багбанов, Галымжан Есимбаев, Айхынах Парад.